Дорога на Лесной была убитой. Не стесняются выражения жители микрорайона. Буквально несколько дней назад здесь не то, что автомобили, детские коляски не могли передвигаться. Вот первого ребенка четыре года назад я практически не могла катать по этой дороге. То есть вот такие вот кочки очень сильные. А сейчас, конечно, вот так вот поровный кружочек можно спокойно делать. С просьбой отремонтировать изношенное дорожное полотно жители близлежащих домов обращались во всевозможные инстанции. И только после обхода бытки мэром Сочи здесь заработала тяжелая техника. В итоге задачи справились в кратчайшие сроки. Также у нас недавно были выполнены, закончены работы по улице Девноморской. Тоже также масштабная работа по всей длине улицы проведена. И с таким же вот качеством покрытия. Сейчас мы переступаем уже буквально на днях к улице Исмайловской. Тоже будут проведены капитальные работы. Но там частями будут выполнены эти работы. И по улице Искра будет тоже выполнена. В целом до конца года только в Хостинском районе будут отремонтированы 10 улиц. Подробный список размещен на сайте городской администрации. Обновляют сегодня на бытхе и самую широкую в микрорайоне лестницу, известную в народе как Потемкинская. Она связывает сразу две улицы. Здесь ответственность за каждую улицу, которой в буквально смысле уже расписаны планы действий на то, что необходимо. Но мы еще и дополняем это все с учетом пожеланий жителей этих конкретных районов. Потому что они здесь живут, они лучше знают, что им необходимо в ближайшее время выполнить. Вот таким образом мы ведем работу совместно с жителями, с ТОСами. Что же касается более масштабных дел, то к таковым можно отнести ремонт и строительство детских площадок, школ и детских садов. Чего стоит только новое дошкольное учреждение в Кудепсте. Свои места в этих группах заняли 300 маленьких сочинцев. Строился детсад под личным контролем губернатора края. И сегодня здесь созданы все условия для образовательного и воспитательного процессов. Таким образом, властями выполнен очередной наказ жителей района. Предметом гордости и украшением района считаются и новые объекты отдыха. Это сквер влюбленных и сквер дружбы. Первый создан на месте Приморского парка, образованного в 1900 году. Это место получило второе рождение, подчеркивают хостинцы. А вот сквер под названием «Дружба» с детской и спортивной площадками возник на месте пустыря. Раньше здесь был пустырь, который был ранее выделен по ДЖС. Но благодаря Анатолию Николаевичу Пахомову этот земельный участок был переведен в муниципальную собственность. Нам была поставлена задача выполнить здесь одно из мест, к которым могли бы пользоваться жители данного микрорайона. На сегодняшний день мы имеем одно из лучших мест в нашем хостинском районе, как образец. Так, как бы хотелось бы и во многих других микрорайонах. Но мы к этому будем стараться и к этому будем идти. Сегодня же, пока позволяет погода, руководство хостинского района проводит работы по благоустройству территорий, в том числе прилегающих к отремонтированным дорогам. В субботнике обрезка деревьев и кустарников здесь дело обычное и уже всем привычное. Галина Моисеева, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.